Это здание на улице Канадзава 1936 года постройки летом ждет перерождение. Местная жительница Любовь Вершила уже узнала. Здесь заменят крышу, приведут в порядок подвальное помещение, обновят фасад и все инженерные системы электротепла и водоснабжения. На данной цели будет затрачено более 11 миллионов рублей. Это средства муниципального и областного бюджетов, фонды ЖКХ и деньги самих собственников. Но последние не торопятся вкладывать в общее дело. Некоторые жители не оплачивают счета за капитальный ремонт, что сказывается на сборе средств. Задолженность этого дома составляет 55 тысяч рублей. Я лично плачу. Вот у нас вывесили сейчас списки должников, управляющая компания. Это получается на 10 апреля списки. Но меня там нету. Как все налоги, кто-то платит, кто-то не платит. Это уже, я же не лезу к людям в карманы и вот вывесили, так мы видим, кто должники. А так я и знать не знала, кто платит, кто не платит. Кто не вносит плату по коммунальной статье за капремонт общего имущества и накопил долг в размере 10 тысяч рублей, будет вынужден погасить задолженность через суд. Региональный фонд капремонта многоквартирных домов направил в мировой суд исковые заявления. В списке почти 300 собственников квартир. В основном это жители Иркутска, Ангарска и Братска. Мы вынуждены были пойти на эту крайнюю меру, потому что, с одной стороны, мы должны собирать взносы, но мы должны также и исполнять нашу региональную программу капитального ремонта. И финансирование этой программы осуществляется за счет средств собственников. И понятно, что собранных средств недостаточно для того, чтобы провести капитальный ремонт в полном объеме по всем мероприятиям, что запланировано в программе. Задолженность за капремонт есть у всех домов, в том числе и у тех, которые вошли в план на этот год. Собираемость денежных средств составляет от 2 до 80%. Всего жители Иркутской области задолжали за капремонт за последние 7 месяцев более 200 миллионов рублей. На эти деньги можно было комплексно отремонтировать 15 многоквартирных домов. Стоит отметить, что должникам не будут начисляться пене до 1 января 2016 года. Такой мораторий позволит иркутянам оплатить просроченные долги без процентов и штрафов. Напомним, деньги на капитальный ремонт зданий в Иркутской области собираются с лета прошлого года. Но копилка пополняется слабо. Например, в областном центре имеется только 57% средств от общей суммы, необходимой на ремонт. Почти каждый третий иркутянин против сбора денег по новой коммунальной статье. Мы долгие годы и так за содержание жилья платили. Существует определенная статья за содержание. Ремонт и раньше не проводился. И где уверенность, что он будет проводиться теперь, когда мы платим деньги. И мне кажется, это какая-то скрытая схема отъема денег у населения. С учетом капремонта получается уже сумма более крупная. И сейчас еще какие-то пени будут на это насчитывать. Население с этим не согласно. И я считаю, что что-то с этим нужно делать. В этом году в Приангаре намечено отремонтировать 96 многоквартирных домов. На эти цели будет выделено свыше 338 миллионов рублей. Тарифы не будут меняться до 2017 года. Туена Немаева, Александр Мокин. Новости сейчас.